ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снова не отыгрывают ни секунды, идут ровно в одной минуте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Первая гонка сезона осталась позади. Мы все вернулись в Петербург. И несмотря на неудачное выступление Бориса Гадасина, в целом для нашей команды «Снежная битва» прошла весьма неплохо. Первое и второе место благодаря Андрею Рудскому и Андрею Новикову. Наша съемочная группа также серьезно отличилась. Мы экспериментировали всю гонку. Во-первых, мы провели первый в истории нашего канала стрим. Ну, первая прямая трансляция пошла комом, но мы обязательно наладим качественные стримы с наших гонок. Чик, это первая гонка в этом сезоне. Не знаю, там хорошо слышно, так ли в комментариях напишите. Уйдет, да? Все отлично. Мы находимся в Аламене. Во-вторых, мы выкладывали видеоотчеты о гонках уже на следующее утро. Это тоже для нас новинку. Ну, многие пишут, что это получилось слишком коротко и невнятно, но поймите, это тренировка перед большим и длинным сезоном, чтобы не ударить в грязь лицом, как в прошлом году. В данный момент мы уже начали монтировать большой фильм о снежной битве. Кстати, первая его часть выйдет уже 31 января во вторник. Успеем, Дим? Ну, а эта серия дневника будет полностью посвящена нашим экипажам Т-3. Коих теперь стало двое. Естественно, в команде остается прекрасная Мария Апарина. Ну, и вам всем уже известно, что Борис Гадасин начал строить новый революционный автомобиль Т-3. И пилотом у него будет, внимание, барабанная дробь, Роман Брискиндов. Встречайте! Оказывается, в этом году ровно 10 лет, как ты занимаешься автоспортом. Да, кстати, если в этом году круглая дата, я очень рад, что, собственно, мне выпала возможность продолжить карьеру спортивную в самой, наверное, сейчас сильной команде России, которая представлена. Можно эти 10 лет как-то вот тезисно, самыми такими жирными мазками, что было? А, собственно, это классическая карьера некого, ну, прямо скажем, бизнес-пилота, который в какой-то момент времени решил, что ему интересен автоспорт как таковой. Потому что я, как и многие, да, просто купил гражданский внедорожник. Это был еще тогда Land Rover Discovery 3. И первый раз в жизни он поехал куда-то за приключениями. Потом понял, что мне не очень интересно любительски и интересно профессионально этим заниматься. Начал идти в Кубок России, потом в Чемпионат России. Потом выяснилось, что, чтобы ехать быстро в трофи, нужно заниматься ралли-рейдами. Сначала, там, в 2012-2013 году занимал первое, там, второе, третье место в Кубке России. А в 2014 году уже стал чемпионом России, выиграл Кубок России в этом же году. И в свое время я принимал участие, как раз мы ездили с Борисом на одну из гонок Кубка мира. Это были Арабские Эмираты, да. И там при, соответственно, взятии очередной дюны я очень неудачно с нее спрыгнул. И, в общем, да, что привело к падению автомобиля с достаточно большой высоты, там, порядка 10-15 метров. Да, и у меня был компрессионный перелом двух позвонков. Собственно, классика, вертолет, больничка, самолет до Москвы и так далее. Тут долгое восстановление, через 2 месяцев. Но еще через месяц я, собственно, выиграл очередную свою «Ладогу». В общем, что не остановило меня. Ездил на 3 шелковых пути и на 2 Дакара. То есть, в общем-то, результаты, конечно, безусловно, есть. Но не такие, за которыми можно было бы сейчас показать кубки, какие-то звания и медали. И, соответственно, команда «Супротек» в данном случае уже пригласила меня, пилотом. Мы сейчас строим автомобиль, который должен по прямой ездить, как условно американские автомобили, а вести себя на поворотах условно как европейец. Да, такой задачи перед собой не ставил никто. И мы делаем очень много мелких технических решений, которые для обычного обывателя или обычного спортсмена как раз-таки не видны. И я надеюсь, что вот наш этот совместный опыт сейчас по постройке нового автомобиля и меня в виде пилота даст нам результаты, которые мы все хотим увидеть. И, безусловно, это будет очень тяжелое испытание. И поэтому, еще раз говорю, первые этапы кубков и чемпионатов должны нас просто подготовить, дать нам вкатиться в автомобиль, в его возможности и как можно больше распределить его способности и уже на шелковом пути. Чемпионат России, как ни странно, будет выиграть сложнее, потому что сейчас в России присутствует очень большое число гонщиков, профессионалов. Кубок Канам, опять же Сергей Корякин, который вот недавно вернулся с Дакара и является гонщиком сейчас уже экстракласса. И, в общем, с этими людьми будет очень тяжело бороться, как ни странно, именно в России. Потому что на гонках шелкового пути будет представлено, ну, как мне кажется, они будут не такими представительными, как те ребята, которые сейчас ездят в России. Но, еще раз повторюсь, это не является логическим концом, ну, по крайней мере, в моем представлении. Я считаю, что, в общем, у нас, дай бог, все пойдет хорошо впереди и Дакар, поэтому будем стараться. Класс Т-3 как раз позволит начинающим пилотам как раз вкатываться в автомобили более серьезно. То есть, скорее всего, в будущем спортивная карьера будет строиться как сначала класс Т-3, потом класс Т-2 продакшен, только уже потом Т-1 супера. И я как раз надеюсь, что это как раз, почему я говорю, что это привлечет, собственно, людей в автоспорт. Поэтому я надеюсь, что класс Т-3 станет прямо таким вот прямо забойным, открывающим, интересным, зрелищным. Это реально очень круто. С Машей Апарин я, собственно, познакомился, опять же, на этом шелковом пути, и поэтому я мог как раз напрямую наблюдать, как Маша ездит на ее штурмана и, собственно, на работу команды. И в том числе я почему и влюбился в этот класс, потому что это интересно, и потому что у Маши прямо реально выдающиеся результаты. Несмотря на то, что она девушка, несмотря на то, что... У нее поларис. Да, несмотря на то, что у нее поларис, она прямо отлично ездит. И поэтому Машу, я считаю, прямо реально достойным конкурентом для себя. То есть у нас будет теперь и внутри команды небольшой? Да, да, да. Оно будет прямо большим, потому что мы сможем, собственно, сравнить технику и пилотирование, и технику на уровне железа, и наших штурманов, конечно. То есть так же, как есть в команде внутренний, условно, какой-то чемпионат в классе Т-1, Борис и ребята, вот. Вот, и у нас в Т-3 будет точно так же. Ну, там, я скажу, Максим сейчас тоже перестраивает машину, строит и тоже держит в секрете, так же, как Борис. То, что у нас можно даже будет сравнить, кто строит как. Ну, боюсь, что здесь сравнение будет, безусловно, в пользу Гадасину, но надеюсь, что у Макса все получится. Тем более, чем... Да. Согласен. Как ты к этому относишься, что у нас теперь в команде, раньше ты была у нас одна, теперь целых двое, два экипажа Т-3? Ну, ты знаешь, я тебе хочу сказать одно. Как я раньше у вас была одна, так, слава богу, я надеюсь, теперь я одна у вас и осталась. А то, что появился роман, это замечательно. Во-первых, конкурентная следа никому еще никогда не вредила, а во-вторых, ну, замечательно будет кому помочь или будет тот, кто мне поможет. В общем, мы же команда. Естественно, места будут доставаться самым красивым. То есть никаких будет жесткая борьба, кто заслужит, тот и выиграет. Никто никому уступать не собирается у нас внутри команды. Я никому не собираюсь уступать, это показывает два предыдущих года. Я два раза была серебряным призером чемпионата России, один раз обладателем Кубка России, и практически из моих рук вылетал вот этот вот несчастный золотой кубок. Ну нет, Роман на самом деле тоже очень опытный пилот, очень много наблюдал за ним, когда он участвовал в трофи-рейдах. У него был вынужденный перерыв в ралли-рейдах. Надеюсь, что Т3 ему поддастся, потому что весьма специфическая техника, которая требует некого такого аккуратного отношения к ней. Ну посмотрим, то есть время рассудит. Наконец-то в наших головах с Максимом Григорьевым созрела концепция строительства нового автомобиля, на котором я планирую победить чемпионат следующего года. Все будет построено на основе автомобильных агрегатов, весьма более серьезных и более, скажем так, устойчивых, нежели полярьевские агрегаты. И, может быть, немножечко у нас поменяется внешний вид автомобиля, чтобы придать ему некую уникальность. Концепция, на самом деле, меня немножечко пугает, потому что там будет стоять ручная коробка передач. Не то, чтобы я не умею ездить на ручки, но когда ситуация нервная, там какие-то дюны, барханы, суета, вот боюсь, что-то, может, как-то вот я ступлю. Но буду учиться, чем сейчас активно занимаюсь. Также хочу отметить, что моя машина одна из немногих в России, которая является конкурентоспособной и выездной за границу, и которая проходит по всем международным правилам, без каких-либо доработок. Ну и, опять-таки, что будет из старенького? Из старенького будет мой штурман Сергей Лебедев. Ну и, конечно же, я. Планируем проехать весь чемпионат России 2017, кроме Северного леса, потому что, к сожалению, на Северном лесе зачета Т3 не будет. Также в планах проехать, возможно, Кубок мира, может быть, это будут какие-то европейские выезды, потому что Т3 и, в частности, мой класс очень наполнен в Европе. Интересно побороться, показать себя и, может быть, даже занять какие-то призовые места, иначе зачем туда ехать? Может быть, проехать шелковый путь, но, опять-таки, все будет зависеть от обсуждения командной стратегии. Поживем, увидим. Что, с самого начала? Так что, с самого начала? Конечно. Я продолжаю отвечать на вопросы, которые вы оставляете под нашими видео, в комментариях. Итак, первый. Некий Павел М. интересуется. Почему ваш Потапов катался на каком-то гелике, а не участвовал в снежной битве на вашей крутой Ниве? Тут все просто, Павел. Нива еще не готова. Она до сих пор находится в гараже у Бориса Гадасина на перестройке. И, по прогнозам, будет готова к середине февраля. И оттуда прямо отправится на Кубок мира Северный лес. Вы тоже приезжайте. Данила Кузин спрашивает, где найти третий эпизод про Шниеву ночью в песках? Речь идет, я так понимаю, о фильме Антона Воротникова. И мы подписываемся под этим вопросом. Давайте вместе зададим. Антон, когда выйдет третья часть про Шелковый путь? Почему перенесли первый день гонки снежной битвы из парка Патриот в Алабино? И Александр Савин добавляет туда же. Зачем же вы так людей обманываете? Приехал в парк Патриот 21 января. Проехал 210 километров. Сам со Смоленской области. А мне охранник Патриота говорит, гонки будут в Алабино. Я говорю, первый день писали, что в парке Патриот, а у меня нет два дня в Алабино. Настроение испорчено, развернулся и уехал. Очень неприятно. Александр, я хотел бы извиниться перед вами и перед всеми теми, кто приехал 21 января не в Алабино, а в парк Патриот. Но мы тут не виноваты. Ровно за 12 часов до начала гонки хозяева парка Патриота отказали Росереру в проведении там первой этапа Кубка. И что нам делать? Мы во всех соцсетях сообщили. Но, видимо, вы не прочитали. Еще кто-то. Так получилось. Борис Гадасин строит сейчас новый агрегат Т3. И многие из вас спрашивают, как принять участие в конкурсе дизайна этого суперавтомобиля. Все очень просто. Переходите вот по этой ссылке на kartdesign.ru. Там все. И опять подушка падает. Там описаны все правила. Так что, если вы умеете рисовать или проектировать, не пропустите свой шанс. Такого в истории ралли-рейдов еще не было. Такое впечатляем. Так что, как и все таки. И самый Tiffany Гадасин строит все же. Такость.